Поэтому мы решили и посвятить наше время сегодняшнее, но связано еще и с тем, что есть вопросы, на которые мы сегодня постараемся ответить с точки зрения процедуры проведения всероссийских проверочных работ. И поэтому мы сегодня с вами сконцентрируемся на двух вопросах. Первый это общий вопрос проведения и второй это как проводить всероссийские проверочные работы по биологии в 11-х и 7-х классах, где написано, что они в режиме апробации проводят. Значит, первое и главное, что у нас есть по общим вопросам проведения всероссийских проверочных работ, это где материалы взять. Дело в том, что в этом году сайт переехал. В связи с реорганизацией возник институт, вернее он был институт, федеральный институт оценки качества образования. И наконец-то он как ведущий звено взял на себя вот этот труд заниматься всероссийскими проверочными работами. Почему? Потому что это очень интересное направление и очень хорошо, что именно эта организация возглавила работу по созданию и анализу результатов всероссийских проверочных работ. И поэтому сейчас материалы размещены по другому адресу. Вот смотрите, здесь ссылочка есть на этот сайт. Это материалы, образцы и описания проверочных работ 2019 года, они вот по этому адресу расположены. И если вы хотите ознакомиться с материалами по ВПР, пожалуйста, вот сюда. Вот в этом году, с этого года вернее. Я надеюсь, что с этого года будет так. Почему? Потому что нужно, чтобы с российскими проверочными работами с 5 по 9 класс занималась организация в виде института, называемый федеральный институт оценки качества образования. Значит, мы работаем по приказу Рособорнадзора. Приказ 84-й, от 29 января текущего года. И уточнение по срокам было в приказе 104 от 7 февраля 2019 года. О внесении изменений в график. Что это за изменения такие? Вот, в чем они заключаются? Значит, это изменения по срокам. У нас перенесли сроки. Например, первоначально планировалось на 21 марта, практически через неделю. Но сейчас срок перенесли еще на 2 недели. И у нас 4 апреля, 11 класс, в режиме апробации пишет всероссийскую проверочную работу. А 11 апреля впервые у нас седьмые классы пишут ОТР по биологии. Впервые подчеркну. Поэтому по седьмым классам мы сегодня поговорим подробнее. Насколько нам удастся, потому что во времени мы сегодня не так обширны, как обычно. У нас меньше времени немного. Поэтому сразу же давайте мы перейдем к делу. Вот по 11 классу. Два вопроса. Кто пишет, кто проверяет. Значит, есть письмо Росборнадзора от 17 января прошлого года. Оно действующее. Значит, в нем черно-по-белом написано, что там написано в этом письме. Значит, что за обучающиеся участвуют. Значит, это учащиеся 11 классов, которые не выбрали единый государственный экзамен по биологии. То есть те, кто выбрал экзамен по биологии, ВПР не пишут. Если они это пишут, это нарушение процедуры ВПР. Нарушение, по чему, процедуры ВПР. Потому что ВПР преследует другие сильные задачи, нежели чем единый государственный экзамен. Это не государственная итоговая аттестация, о чем написано в следующем абзаце. Это не государственная итоговая аттестация, это не единый государственный экзамен. Это внутришкольный контроль качества образования. Внутришкольный контроль качества образования просто по единым правилам. Но внутришкольный. И мы в 11 классах должны проверить тех учащихся, которые заканчивают обучение биологии, но не сдают единый государственный экзамен. То есть если они не выбирают единый государственный экзамен, мы по большому счету, кроме оценки школьной, не знаем, насколько они знают вообще, сколько они пользы могут принести экономике России по выходу из школы. Вот конкретная школа выпускает учащихся, которые через 5-7 лет, а то и сразу, вводятся в экономике, будут работать. Какой у них уровень знаний по биологии? Вопрос. А этот вопрос живут реки ищущий для нашего государства. И поэтому единый государственный экзамен это одна процедура, а всероссийская проверочная работа это другая процедура. Но не менее важная, хотел бы обратить ваше внимание. Далее читаем. Почему они должны писать единый государственный экзамен? Да потому что уровень подачи материала для учащихся предполагает, что они изучали биологию на базовом уровне. Не выбрали экзамен в качестве вступительного вуза. А раз так, то знают биологию на минимально достаточном для данного предмета уровне. И, соответственно, в связи с этим, это никакая не годовая работа. Это одна из контрольных работ. И решение обучающихся конкретного принимает образовательная организация. То есть сама школа решает, кто будет сдавать конкретно. ВПР по биологии. Всероссийская проверочная работа по биологии в 11 классе. Кто будет сдавать? Это право образовательной организации. Еще раз подчеркну, что те, кто готовится сдавать единый государственный экзамен в всероссийских проверочных работах, не участвуют в этом интервенте. Не участвуют. Вопрос там может быть о том, что у нас есть социально-коммунитарные профили, в которых нет биологии, есть естественные знания. Могут ли они писать, например, ВПР по биологии в 11 классе? Или ВПР по физике, или ВПР по физике? Но здесь это как раз решает администрация школы. Вполне может допустить. Вот здесь допуск возможно. По решению администрации. Где взять материалы, контрольные измерительные материалы для ВПР по 11 классу? По 11 классу они размещены на ресурсе Федерального института педагогических измерений. Поэтому возможно и возникла вот эта коллизия о том, что ВПР стали считать в 11 классе чуть ли не в ЕГЭ. Потому что Федеральный институт педагогических измерений занимается государственной таблоатистацией, разработкой измерительных материалов для государственной таблоатистации. Возможно поэтому. Но если вы откроете сайт Федерального института оценки качества образования, то увидите там ссылочку. Там тоже находятся вот эти вот материалы. Что интересно вот по этой ссылке вы найдете. В этой ссылочке вы найдете описание и демонстрационный вариант ВПР 2019 года. А также, как же в предыдущих лет, то является немаловажным. Почему? Потому что можно посмотреть, как изменялись задания за предыдущие годы. И изменялись ими. Потому что многие задания, они остались прежними. То есть они не поменялись. Остались на прежних местах. Это произошло потому, что результаты по ним вполне удовлетворяют и отвечают по требностям ферросейских проверочных работ. Там, где задания были, скажем так, не такие качественные, поскольку это же апробация идет, то они были заменены в этом задании. Но таких мест мало. Но, подращая вас внимание, основное ядро тоже самое прежнее. Почему? Потому что задания показали свои качества. Они действительно проверяют уровень достижения учащихся, которые не выбрали биологию в качестве экзамена для вступления в жизнь. Ну, если мы обратимся к описанию всероссийских проверочных работ по биологии, то мы увидим следующую вещь. Посмотрите, пожалуйста. 14 заданий. Всего 14 заданий. Из которых 3 относятся к поддержательному блоку биологии как наука метода научного познания, а 4 к разделу организм человека и его здоровья. То есть половина работы, половина заданий работы, они посвящены темам, которые на базовом уровне 10-11 классов изучаются, ну, скажем так, по большинству ОНК опосредованно. Основное внимание уделяется клетке организма в виде в этой системе. Ну, согласно, соответственно, стандартам 2004 года. И, соответственно, получается, что половина работы будет содержать материал, который учащиеся знают, поскольку изучали в ходе базового обучения биологии. А половина работ, они, ну, знать могут менее досконально, например, организм человека и его здоровье. И в этой связи, в этой связи я бы хотел обратить внимание на структуру заданий самих, как они выстроены. Давайте посмотрим, как выстроена работа. Вы увидите, что из 14 заданий только 3 повышенного уровня, а остальные 11, соответственно, базового. И каждое задание, каждое задание имеет определенный элемент, проверяемый элемент содержания. Ну, и давай с вами посмотрим, что у нас в качестве. Вот первое задание. Смотрите, пожалуйста. На рисунке изображены связи растений с окружающей средой. И два вопроса. Какое свойство живых систем иллюстрирует эти связи? И второй вопрос. Приведите пример процесса, иллюстрирующего подобные свойства у животных. Ну, вот у животных. Какие свойства? Давайте посмотрим, что это вообще за свойства. Для свет, углекислый газ, кислород, вода с растворенными в ней минеральными веществами поступают. Углекислый газ, кислород, пара воды выделяется. Ладно, да? Что речь идет об обмене веществ. А у животных какой такой процесс, подобные свойства? Ну, можем его назвать дыханием, да? В данном случае у растений это обменные процессы, связанные как с фотосинтоном, так и с дыханием. Ну, а у животных это дыхание. Как видим, работаем по схеме, и учащиеся, которые у вас имеют 4-5, как текущие оценки, должны оба этих задания делать. Только те учащиеся, которые имеют 2-3, могут затрудниться с выполнением либо первого, либо второго задания. А те, которые 4-5 имеют, они должны справляться с этим заданием просто потому, что это вот типичный базовый уровень. И на это я хотел бы обратить ваше внимание, что вот здесь вот этот базовый уровень как раз. И здесь мы имеем дело с тем, что учащиеся могут и должны, те, которые успешные, те, которые мы ставим отлично или хорошо. Значит, почему вы им ставите в качестве оценки? Возникает вопрос. Потому что они не могут формулировать понятие, базовое понятие объема вещества в диалоге. За что он 5 минут? А здесь вот, пожалуйста, вот он. В непривычном стиле, да, в непривычном стиле. Но схема химитизации перед вами. То же самое мы можем смотреть по второму заданию, которое относится к повышенным заданиям. К повышенным заданиям. Здесь, соответственно, мы с вами видим схему. И дальше к этой схеме прилагается аж целых 3 задания. Это целых 3 задания. Таждая из которых, вы видите, у нас оценится в 1, в 2 балла. И того, общее количество баллов 5. 5. Общее количество за второе. Ну, понятно, что 5 будет иметь только тот, кто знает биологию на 5. Давайте смотреть 2.1. Смотрите, пожалуйста. Выберите из приведенного ниже списка 3 понятия и термины, которые можно использовать для экологического описания дуба-чересчатого в Дубраве. И специально для того, чтобы не ошибся никто, поскольку базовый уровень, оставлено 2 клеточки, чтобы понятно было, что из 5 надо выбрать 2 понятия. Вот эти понятия выбираются. Ну и, соответственно, практически все учащиеся должны безошибочно ответить на задание 2.1. Потом они должны составить пищевую цепь из четырех организмов, в которую входит зеленая дубовая листоверка. Ищем зеленую дубовую листоверку, она под буквой В. Дальше смотрим, где она должна находиться. Видим, что сначала будет лист дерева, да, дуба-чересчатого, потом она же, это листоверка, потом пеночка и от пеночки язвы. Вот она цепочка, которую тоже вы видите, что по схеме найдем и никаких сложностей нет. Схема может любая быть. Ну и вот вопрос по схеме создается совершенно очевидно, как. Ну и третье задание, это задание с подсчетом. Причем правило дано внутри задания. Опять, те учащиеся, которые знают биологию на базовом уровне на 5, они справятся с этим заданием. Те, которые на 3, справятся не со всем заданием, а только с его частью. И очень плохо будет, если с этим заданием не справятся ваши учащиеся, которым вы ставите 3, 4 или 5. Они должны с этим заданием справляться. Они должны выполнять либо все три задания правильно, либо два из трех верно. Ну как минимум одно они должны выполнять точно. И как видим, вот эти вот задания для 11 класса, они исключительно базового уровня. Дальше примерчик, смотрите, пожалуйста, задание номер 3. Рассмотрите рисунок, на котором представлены схемы клеточного дыхания. Название какого процесса должно быть написано на месте вопросительного знака. Дальше должно быть написано название процесса. Название процесса. Ну и нет и цикл. С стрелочками показан, от которого идет стрелочка в цикле на создание АТЭ. Ну и мы понимаем, что производится на самом деле рисунок учебника. Я бы даже сказал, учебник оба. Не одного, а трех. Учебника для базового уровня, где эта схема есть, не только иная, но очень сильно напоминающая эту схему. Вот, и вместо вопросительного знака, кто-то, кто читал учебник, хотя бы заглядывал в него при подготовке к занятиям, он напишет, что будет вместо знака вопроса. В демоверсии там есть еще и другая схема со знаком вопроса. Там надо указать вещество. Вот, они такие несвездные схемы, вы видите, да? Они повторяют во многом. Опосредственно схемы, которые встречаются в учебнике. Таким образом мы получаем информацию о том, насколько у нас учащиеся. Вы знакомы с тех, кто у них рисунками учебника? Дальше четвертое задание. Видите, да? Дан график некий. Описано, что там делается, да? По результатам эксперимента построил график. Это по оси Х температура, по оси У скорость реакции. Ну, вроде бы все понятно. Что нужно? Нужно описать. Довисит от эффективной реакции, от температуры, перед вами. Ну, опять же, понимаем, что такие вот задания, они несложные. Другое дело, что я соглашусь с тем, что они непривычные. Да, они непривычные. Почему? Потому что у большинства заданий, которые мы пользуемся на своих проверках, они тестовые, там, выбери один из четырех. А вот так, чтобы спросили, как следует, то есть, как бы выяснить, а знаешь ты или не знаешь, использовался ли ты учебником. Понимаешь ли ты рисунка учебника, или они для тебя слепые. Вот понимает ли учащийся, к концу одиннадцатого класса понимает ли он данный график, схема. Вот эта вот зависимость, которая здесь показана. Может он ее описать? И не 5 по биологии, может ли он ее описать? Да, может, должен, обязан описать. Значит, почему он 5 имеет? Он должен иметь другую оценку. Там 3, но никак не 5. То есть, он не может описать вот эту вот зависимость. Она просто и не зателивая. Тем более, что заданий по графикам у учащихся много. Просто у них не всегда происходит переключение с того, что, например, математику надо использовать на биологию. И поэтому смысл подготовки к ВПРам, она как раз заключается в том, чтобы познакомить учащихся. Ребята, у вас вот такие задания будут. Никакие не другие, вот именно вот такие, похожие, не идентичные, не точно, такие же похожие. То есть, будет график на четвертом месте, будет график другой, который надо будет описать в соответствии с тем, что там изображено. Вы это умеете? Умеете. Если включите мозги. Если мозги включать не будете, получите оценку отрицательную. Она, конечно, ни на что влиять не будет, но по самолюбе щелкнет. Понятно. Вот еще очень интересное задание. Здесь самое важное увидеть с наибольшего или с наименьшего. С наибольшего или не меньше. Наименьшее или наибольшее. Да, на ключе с наибольшего. И с чем мы здесь сталкиваемся? Ну, мы здесь сталкиваемся ни с чем иным, как с, соответственно, иерархией биологических систем, то есть уровней организации. Ну, здесь вот наибольшего, тут человек, наибольший, потом часть тела, потом, соответственно, орган и так далее. Пока последним не будет аминокислота, как минимального в данном перечне или именно биологической системы. Какая тема? Первая тема биология. Да, биология как наука. Первая тема. Вот такие задания. Сказать, что они сложные. Ну, это, извините, это несложное задание. С точки зрения того, что у нас предполагается к изучению на базовом уровне. Поэтому мы видим, что вот здесь четко выведено вот этот параметр. Выверен четко о том, что да, учащиеся биологию изучают на базовом уровне. Они имеют право иметь себя. Да, имеют право иметь себя. За что они имеют право иметь себя? За то, что они выполняют подобного рода задания. Ну, еще один показатель. Схема интересная, которая требует проработать. В случае современной аудиториальной теории можно представить в виде следующей схемы. Дальше, на нас схема вот эта вот. И объясните руководствуясь этой схемой образование длинной шеи у предков современного жираха. Ну, такое же мы сочинение можем написать по всему. Как это все выглядит. Образование длинной шеи. Если это задание не попадется, там в демонстрационной версии есть или изменитель. Там другая схема дана. Другие вопросы. Но тоже про эволюцию. Вот. Тоже про эволюцию. Относится к теме вид, но эволюционная. Эволюционная. Поэтому здесь, соответственно, мы работаем с таблицей, с тем, что здесь написано и описывается. При этом, на что хотел обратить внимание. Вот на это. Смотрите, пожалуйста. 32 балла максимальный балл. То есть безошибочный. Выполнение 32 балла. Мы понимаем, ознакомившись с вот этим не всеми, мы смотрели только часть заданий. Вот. Это в силу особенности нашего сегодняшнего вебинара. Мы посмотрели только определенные задания. 32 балла будет набрать крайне сложно. Но отличники у вас должны набирать 25 баллов. 25 баллов должны набрать отлично. Как это сделать? Ну, соответственно, постараться им объяснить, как выполняется задание. Как выполняется задание? Мы с вами смотрели, как оно выполняется. Вот можно такие рекомендации дать. Значит, ну, во-первых, это ознакомиться с описанием работы нам. И, соответственно, познакомить с описанием работы учащихся. Кроме этого, демонстрационный вариант проработать у них с учащимися, которые планируют участвовать в ВПР. А еще раз. Почувствую, планируют участие в ВПР, поскольку не все поголовно учащиеся должны участвовать в всероссийских проверочных работах по биологии. Это, по большому счету, решение администрации школы при одном ограничении. Главное ограничение в том, что учащиеся данные не дает ЕГЭ по данному клиенту. ЕГЭ по биологии пишет, значит, ВПР писать не имеет права. Вот это вот единственное ограничение. А дальше, соответственно, как решит администрация, поскольку режим апробации подразумевает именно с точки зрения администрации школы. То есть администрация школы сама для себя решает, какие учащиеся будут писать в ВПР в 11 классе. Ну и если у вас такие окажутся, то необходимо, соответственно, с ними проработать вот этот демонстрационный вариант, познакомить все структуры, показать задания, что задания будут такие. Тут смысл не только знать содержание, сколько не потерять время при выполнении заданий вот таких вот. А потом проработать, если появятся затруднения с пониманием. И самое важное, это как бы вместе с учащимся, особенно если это отличник, все-таки разработать некую дорожную карту. Я еще раз подчеркнул, некоторые задания дают 2 балла, а некоторые задания дают 5 баллов. И очевидно совершенно, что начинать с тех заданий, которые баллы емкие, то есть дают больше всего баллов, их проработать, не спеша, не торопясь. А остальные те, которые менее баллы емкие, соответственно, оставить на потом. Ну 90 минут на 14 заданий, это называется выше крыши, если честно. Так, значит, вернемся к 11 классу, тут просто была наметка про 7, но сейчас мы до 7 дойдем. Но мы еще раз поговорим про 7 класс, там есть проблема, реально. Значит, по 11 классу вы прорабатываете задания. И самое важное, это, соответственно, дорожная карта. Почему? Потому что 90 минут это много, но надо распределить свои возможности так, чтобы взять максимальное количество баллов, а для этого выполнять нам задания не из первого по последнее, а исходя из тех тем, которые, например, учащийся знает лучше. Например, сначала по человеку, или наоборот, человек на потом оставит. Ну и так далее, и тому подобное. То есть вот эти вот вещи должны быть. Тут не столько содержания надо повторять. Еще раз подчеркну, в 11 классе они уже достаточно знают для того, чтобы выполнить эту работу. Они знают вполне достаточно. Там реально жестких биологических вопросов, ну 1-2, максимум 3 балла они теряют на них. На незнании конкретного факта биологического. А все остальное они и так знают. И поэтому, что называется, вот такие вот рекомендации по 11 классу. Теперь, соответственно, у нас впервые 7 класс. Впервые 7 класс. И что в 7 классе? Во-первых, где располагаются образец и описание проверочной работы? На ресурс Федерального института оценки качества образования. И давайте посмотрим кодификатор проверяемых элементов содержания. В 7 классе. Видим, да? Зоология. Дальше. Зоология. Вся. Причем систематический код. Опять. Зоология. Зоология, зоология. Одна зоология. Значит. Ботаники нет. Стало быть, вопрос всех зоологический будет. Что делать, если в 7 классе изучается линия кономарева? Значит. Поставить в известность администрации. В первую очередь. О том, что календарно-тематическое планирование не совпадает, полностью не совпадает с чем? Кодификатором, вот с этой вот фразой, кодификатор проверяемых элементов содержания. Не совпадает совсем. Об этом скажет администрация. Если администрация говорит о том, что все равно будете писать, извините, вам придется написать служебную записку официальную и отдать ее в администрацию. Двух экземпляров. Один экземпляр оставьте себе. Это нужно для того, чтобы данная администрация понесла ответственность за свои действия. Потому что размахивать руками легко. Но когда речь идет о всероссийских проверочных работах и задачах проверка в государстве качества образования, а директор решает, что это он волен решать, как и чего, и куда, и зачем, если дети не изучали материал, как они могут написать работу. Если у них по календару тематическое компланирование, которое подписано этим же директором, написано, что они не должны изучать данный материал, на каком основании они будут писать этот материал. Поэтому нужна служебная записка на имя администрации. Двух экземпляров. Один оставляете у себя. И в случае, если последует, соответственно, репрессия со стороны администрации, большая просьба эту служебную записку предъявить администрации. Еще раз напомню о том, что вашей вины в этом нет. Только папа по-другому никак не верит. Почему? Потому что это безобразие со стороны администрации школы. И это приведет к тому, что школа будет занесена в черный список, тот самый, который опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования. Там есть этот список из школ по всей Российской Федерации, которые дают неверные сведения об уровне образования своих детей. Ну и, соответственно, администрация будет нести полную ответственность за все. Поэтому вот так. То есть это в седьмом классе у нас есть такая беда. У нас в седьмом классе изучается ботаника. Всероссийская проверочная апробационная работа, она апробационная. То есть это впервые используются, чтобы посмотреть, что там в седьмом классе биологически знают, что не знают. Если вы по календарно-тематическому планированию ни одной темы не изучили, как можно допускать в апробацию такие классы. Это недоработка администрации. Жестко, четко. Но для того, чтобы себя защитить, напишите, пожалуйста, в служебную записку на МДирекцию. В двух экземплярах. Потому что это безобразие. Если в администрациях не реагируют. Безобразие. Это показатель того, что администрация не на своем месте в школе. Больше говорить не о чем. Это реально так. То есть оно важное государственное задание дискредитирует. Но вернемся к ситуации, которая в большинстве наших систем. То есть это вот одна линия у нас, Ленина Николаевна, Парнарёва. А вот, например, Линия Жизни, там другая проблема. Там по угоду изучались ботанику, вроде как. Потом зоологию. Ну вот сейчас в седьмом классе зоологию изучают. Но ту зоологию, которую спрашивают, вроде как изучалась, изучались, соответственно, где-то когда-то. Но для этого давайте посмотрим на вопрос. Смотрите, пожалуйста. Вопросы, на самом деле, созданы в ВПР. с точки зрения того, насколько у учащегося есть понимание. Понимание того, что он изучил. И вот мы смотрим задание. Вот смотрите, как называют специалисты зоолога, объектом изучения которого является изображенным на фотографии животных. Жучки и там всякие. Это видно на фотографии. Соответственно, орнитолог, гельминтолог, герпетолог, антамолог. Ну вот, вопрос такой. И объясните свой ответ с использованием названия науки по изучению этих животных. В систематическом курсе зоологии, в систематическом курсе зоологии, ну, упоминаем большинство этих названий. Большинство этих названий. Очевидно, совершенно. Но я-то на что хотел обратить внимание. У нас апробация, апробация. А раз так, то вариантов будет не так много. И поэтому можно уже по ответам, которые имеются здесь, уже прогнозировать, какие фасеты могут быть для седьмого класса. Торнитолог, значит, будет в фотографии человек, который там бинокль смотрит на птиц, ну, герпетолог там, в обществе змеи и так далее, и тому подобное. Ну, и еще парочку наших хорошо известных названий специалистов, специалистов зоологии, которых мы знаем. Это вот задание первое. Второе задание. Рассмотрите изображенную на скандарте животное и опишите его, выполнив задание. И что нужно сделать? Смотрите, пожалуйста, четыре пункта. Каждый из пунктов оценивается отдельно. Кто-то выполнит все четыре, получит четыре балла. Кто-то выполнит три, кто-то выполнит два, в зависимости от успешности. И в результате у нас второе задание становится для седьмого класса, который у вас учится, оно становится таким вот, ну, скажем, флажковым. То есть вы понимаете, на каком уровне конкретный ребенок знает зоологию. Почему? Потому что это простейшее действие, которое должен иметь учащийся к моменту окончания изучения систематического курса. Он должен характеризовать животное по плану, используя геологическую терминологию. На уровне, который он понимает. Поэтому, значит, укажите тип симметрии животного. Очевидно. Укажите среду обитания животного. Очевидно. Значит, дальше, вот, пять названий, соответственно, как этого самого рака, десятиногого, широкопалого, речного, соответственно, распределить. И указать значение, которое имеет речный рак в жизни человека. Смотрите, пожалуйста, на ответы. Там ответы очень интересные. Большинство, конечно, в пищу, но есть ответы такие, которые могут быть нетривиальными. Если этот ответ будет нетривиальный, то, соответственно, почему бы вам взять такого семиклассника на заметку. Потому что, если он будет нетривиальный и правильный, значит, он читает дополнительную патруску. Дальше. Третье задание. Ну, третье задание у нас вы видите. Да, третье задание тоже поселенное семиклассникам. Дается описание животного, полное, шестипунктовое. Каждый из шести пунктов относится к данному объекту, но только три из них соответствуют той характеристики, которая дана в предложении. оверная лягушка и дальше ее характеристики. Надо выбрать три из шести тех, которые подтверждают или относятся к описанию данных признаков животных. Хорошо знакомое задание. Более того, оно, если вы помните, в ОГЭ встречается, да и раньше тоже встречается. Вот теперь правильно, что его вводят. Оно из избытка конкретное берет, то есть показывает, насколько учащийся может анализировать материал, исходя из задания, избыточный материал. Дальше задание четвертое тоже оно с одной стороны вроде как знание ЕВЕ, а с другой стороны нужно дать характеристику конкретного объекта, который изображен на рисунке. То есть распределить автотрофный гетеротрофный тип, ну там вы понимаете, что фасеты могут быть какие угодно, список организмов будет хорошо известен. То есть вот список организмов наверняка не будут особенно сложными. Ну там пара-тройка животных или растений будут такие типы, как здесь ламинария, кто такая, но знаете, но не знаю. Но мухомор и репчатый лук вожден червеный, это извините, даже залоги не надо изучать специально, чтобы ответить на вопрос. Так, по-пятому цикла развития. это знаний вопрос, это вопрос знаний вы. Здесь, конечно, вот это вот чистая биология пошла, пятая. Здесь мы проверяем знания курса биологии. Поэтому может возникнуть ситуация, когда будет дан цикл, а вы этот цикл не изучаете. Тогда просто при анализе будете отмечать о том, что этот материал не был пройден. Задание 6 тоже вы видите, по типажу сильно напоминает задание, которое включается в 21 задании в нашей нынешней комплектации. Но про что оно? Опять же, оно не простое, оно же усиленно. Посмотрите, пожалуйста, 6.1 то да, то есть какое понятие следует писать на место пропуска в таблице, да, а второе то, извините, посмотрите, пожалуйста, какую функцию выполнять трофею майского жуха. То есть это вам помощь в задании. А вообще понимает ребенок, он может выбрать устрицу правильно, что у нее там дыхание заворот одна, но не написать, какую функцию выполнять трофею майского жуха. То есть не знать назначения органов. И в этом случае можно говорить о том, что вот вам информация о том, условный хорошист или условный отличник, показывает себя лобик и не знает. А идет методом научного тыка. Попал, балл заработал, а вот второй, а второй балл не заработал. То есть не знает. Вот задание тоже интересное. К какому классу животных относит, к какому классу относит животных стояние головного мозга, которого показано рисунку. Ну, большую часть еще поступает и говорит, потому что 11 апреля мы этих самых млекопитающих неизучаем. Вот. Но должен вам сказать, что здесь надо отнестись к седьмому заданию как бы творчески и понять, что если мы говорим про седьмое задание, значит, если здесь мозг, то будут другие мозги. А помимо мозгов у нас еще, если вы помните, изучается у кордовых кровеносных систем. Так вполне может быть, что будет кровеносных систем. Я к тому, что здесь задание простое, выбор одного из четырех, даже без объяснений. То есть это однобальное задание для всех на узнавание. На узнавание соответственно, земноводные присмыкающиеся рыбы, птицы и млекопитающие. Пять позиций. В данном случае показаны млекопитающие. Но могут быть показаны рыбы, земноводные, присмыкающиеся и птицы. Здесь тоже очень интересное восьмое задание. Сравнение классов животных с собой. И очевидно совершенно, что раз разговор про кордовых, то характеристика кровеносной системы может быть характеристика дыхательной системы. Дальше это космос и млекопитающиеся. Могут быть земноводные, то есть мокающиеся, могут быть птицы и воспитающиеся. То есть вот эти все посеты могут быть. И дальше 8-2 самое важное. 8-1 он может выполнить, может не выполнить, в зависимости от того, знает он биологию или не знает. Но извините, указать трех рыб и трех птиц в седьмом классе, изучив биологию, он должен как бы, а иначе почему он изучает биологию, если он не может назвать трех рыб космос, или птиц не может назвать, на каком уровне, как он может положить на акцентской биологии, если не выполнять 8-2. 8-1 он может не выполнить, это знание его есть. Книгу учил, загол не исполнив, не выполнив. Но 8-2 то извините, 8-2 должен выполнять. То есть баллы, они набираются теми, кто, может быть, слабо знает биологию, но при этом биологии все-таки внутри. Вот мною очень любимые задания. чем любимые, потому что оно проверяет на самом деле читает ли учащийся учебник. Потому что тот учащийся, который учебник читает, он легко разбирается с заданием, выполняет его на 2 вала, ну, редко только на 1. Те, кто не читает учебник, тем 0 набирают. Потому что у них текст не складывается. и данное задание показывает, кто из ваших семиклассников реально читает и понимает этот учебник. Правильное выполнение данного задания практически это такой показатель, индикатор чтения и понимания прочитанного. Ну, десятое задание, то же самое, дано любое животное, его орган. Вот, если этот орган есть у животного, то у него должны быть другие признаки. Опять же, зоология та самая, которой мы по большому счету седьмой классикой занимаемся. Вот. И 10-2 это такой вот вопрос биологический на уровень высоты. Повышенные, высотные или базовые. То есть базовые не отвечает, имеет право не отвечать. А повышенные высоты, да, пожалуйста, нет. Ну, вот, еще одно задание, задание 22 из ПВ взята, да, оно задание сложное, его выполняют только отличники. Потому что здесь надо правильно met здесь знать надо. Все остальные только петлики. Могут ответить правильно кто-то знающий. Почему? Потому что здесь все четыре позития. Может быть, все правильно, может быть, все неправильно. Может быть, первое issen, может быть, второе 勝利 pokerers. И это исключительно из-за того, когда ты точно знаешь. Это задание на точное знание. Чем оно и хорошо, и почему в ОГЭ оно должно остаться в обязательном порядке. То есть оно проверяет именно тех, кто знает. Ну вот задание на табличный материал очень интересное. Опять же пересечение есть с 30-м заданием нашим в ОГЭ. То есть видим, да, что тихо-менно, вот у нас ВПР в 7-м классе очень неплохо выстроили в этом отношении. То есть тихо-менно начинаем готовить его, потому что вот такое задание может быть. Ну и наконец то самое. Задание хвосты и уши. Мои любимые. Ну вот, ну вы знаете об этом, да, что это мое любимое задание 28-м в ОГЭ. Но это не ОГЭ, обращаю вас внимание. Во-первых, только 3 позиции. Первая. А во-вторых, самое важное. Самое важное вот это 3-2. Почему? Потому что вдруг неожиданно выясняется, что данная собачка, которую мы сейчас описали по схеме, она в задачке названа расла-терьером, да? А на самом деле 3-ером не является раслом. Кем она является, непонятно, но вот по стандарту породы не подходит. Вот такая вот очень интересная завитушечка от разработчиков ВПР для 7-го класса, что да, вы описали правильно, вы описали, вот объект вы описали. Только оказывается, он не Рассел-Триер. Джек Рассел-Триер. Вот. Это вот как раз очень важная вещь, на самом деле, учитывая, что у нас сейчас ложных новостей очень много. И здесь вот как раз, я считаю, что абсолютно правильно сделали разработчики ВПР, что так вот поставили такую задачу, что вот смотри, ты все описал, да? Тебе сказали, что это Рассел-Триер. А на самом-то деле, то есть типичная проверка фейковой новости. То есть той новости, которая не соответствует действительности. Поэтому здесь, на самом деле, нужно только поаплодировать разработчикам ВПРов в этом отношении. Ну и возвращаемся. 35 баллов максимальное количество. Много. 35 баллов, это много. Вот. Почему за 13 заданий 35 баллов? Потому что все они сложные и дают больше одного балла, как правило. И опять мы выходим на то, что здесь важно предложить тактику. То есть вот с учащимися, как и в 11, и особенно в 7, те, кто будут писать, нужно ими, особенно с отличниками и фрошистами, чтобы они в первую очередь выполняют все задания, которые им принесут баллы. А потом уже переключаются на все остальные задания. Потому что если они будут делать последовательно, они к 13-му встанут. Почему? 60 минут дается на работу. Вроде бы, как бы много, но на 13 заданий. В том-то 90 минут на 14 в 11-м плате. Базовый уровень. Здесь на 30 минут меньше, а задания всего на 1 меньше. Очевидно совершенно, что очень жесткие графики. Здесь надо, конечно, учащимся помочь в распределении сил. Ну и, соответственно, опять рекомендации в конце по 7-му классу. Да, решение принимает образовательная организация. И главное, учитывая степень совпадения календара тематического планирования. Но если он не совпадает, то ставьте администрацию в известность. Почему? Потому что ваше отчетная документация называется календаром тематического планирования. Вы, в соответствии с ней, в утвержденном администрации, ведете обучение. Если у нас кодификатор не совпадает с кандидатоматическим планированием, значит смысла в апробации ВПР нет никакого, поскольку вы просто внесете искажения в результаты общероссийские. Просто это будут искажения. Об этом нужно еще раз и еще раз объяснять администрацию, если она не понимает важность общероссийской проверочной работы. Всероссийская проверочная работа, вот так вот относится, что надо выполнить любой ценой. Не любая цена нужна. Нужна реальная позиция, реальная обстановка, что у нас реально с биологией. В данном случае у нас кандидатоматическое планирование не совпадает. У нас есть пятый, шестой, где обязательно. Там, пожалуйста, там проверяйте. Так, у нас осталось буквально несколько минут на вопросы. Да-да-да, сейчас будем смотреть. Так, значит ли это, что те дети, которые изучают на базовом уровне биологии, могут не писать ВПР? Еще раз подчеркну, что те, кто пишет ВПР, об этом беспокоят администрацию школы. Единственное ограничение, это то, что они не должны сдавать ЕГЭ по данному предмету. Ограничение. То есть, если не сдают, значит, мне ВПР не пишут. А во всем остальном это решает администрация. Сколько, кого, как, когда, ну вернее, когда-то это тоже определено время. Сколько, кого это определяет администрация. Какая может быть объективная оценка знаний учащихся шестого класса по итогам ВПР, если она включает задание, совпадающие с МНК по биологии, как бы. Значит, обращаю ваше внимание, что в отличие от седьмого класса, пятый, шестой класс совпадают со всеми УНК на 85-90%. Смотрите внимательно. Поэтому оценка объективна. И в шестом, и в пятом классе будет. И поэтому все то, что сказал я по седьмому классу, я не могу сказать ни по пятому, ни по шестому. Поэтому вот особенность, что у нас в пятом, шестом классе этот материал, тот, который предоставляется в УПР, пятого, шестого класса, может и должен быть выполнен в пятикласснице. Знаете, здесь ситуация такая, я бы хотел ее объяснить. Вот, еще раз и еще раз. Я уже говорил, приводил эту аналогию, но ее еще раз надо привести эту аналогию. Дети Пушкина знают с детства. И стихотворение учат, начиная с начальной школы Александра Сергеевича Пушкина. Но только в девятом классе они узнают, что оказывается, уже реже солнышко блистало, это Евгения Аминьевна. Понимаете? То есть уровень вопроса. То, что упоминается вирус в шестом классе, он упоминается. А упоминается он потому, что к шестому классу любой учащийся в Российской Федерации должен представление иметь о том, что есть вирус. И что он возбудитель болезни. Он еще не знает, что там капсид, и что как он внедряется, каким образом он там себя воспроизводит. Это он не знает. Это он узнает чуть позже. Но кто такой вирус, он должен узнать в шестом классе. Вот, исходя из этого, построено задание в пятом и шестом классе. А вот в седьмом классе, почему я говорил о том, что здесь надо на КТП ссылаться. А в седьмом классе вы видели, что задания очень часто, они требуют знаний, которые только-только были изучены в систематическом пункте зоологии. Поэтому здесь вот седьмой класс, здесь по-другому немного. А вот пятый, шестой там, извините, там на уровне Александра Сергеевича Пушкина уж реже солнышко блистало. Или Николай Алексеевич Некрасов. А то, что он там поэт, разночинец и демократ, об этом они узнают в девятом классе, или в десятом, когда будут изучать по литературе. Точно так же и здесь. То есть вы посмотрите на уровень вопрошаемого. И увидите, что там ничего сложного. Они все это должны знать в пятом, шестом классе. Более того, вы это проходили. Так, никакие доводы ботанико-мезиологии по Пономаревой. Напишет плохо, значит, это плохо научил учитель. Ну вот я вам подсказал, что нужно сделать. Вот. Еще раз прогомонтируйте ей вот мое выступление, если недостаточно будет. Не вопрос, на самом деле. Хочет администрация, чтобы школа была в этом списке черном? Она окажется в этом черном списке. Вот. Это не вопрос. На самом деле, это надо разъяснять позицию, что аппробационная работа, она отличается от штатной тем, что принимает решение администрации. Но принимает и несет ответственность во полном объеме за свое решение. Если она, несмотря ни на что, вот настаивает на том, чтобы дети писали работу по материалу, который они не изучали, то это пусть будет решение администрации. За это пусть администрация несет ответственность. Свою долю ответственности. Ага. Дальше. Как тогда в шестом классе, если включены вопросы по зоологии? Ну вот, я ответил на этот вопрос. Не по зоологии вопросы, а по общему развитию и пониманию, что есть организм, как живое тело природы. Вы посмотрите задание. Там спрашивается. Вот вам организм, вот его характеристика. А характеризуйте, что видите? Как организм, то есть как живое тело, что у него должно быть? Если он обитает там в наземном воздушном, не должно быть конечность для передвижения? Или должна отпутствовать? Вот на таком уровне. Это где у нас тут, извините, знания биологические? То есть здесь надо понимать, что, значит, вот тут вот вопрос для пятого класса. Все вопросы составлены по УМК Пономаревой. Нет. В ВПРе составлены вопросы, исходя из ВПРа. Никаких ни Пономаревых, ни, соответственно, пращников. Нет, есть линии у УМК, но они у вас к концу пятого класса обучают детей и подводят их к тому, что он данное задание в ВПРе может выполнить. Вне зависимости от того, учится ли он по линии Пономарева или по линии пачечника, линии жизни. Вне зависимости от этого он должен выполнить данное задание. Задание по сильно. Сильно пятикласснику и шестикласснику. Значит, как можно за час в неделю охватить курс биологии животных? За один час в неделю весь курс систематической биологии животных охватить нельзя. Можно выбрать так, как это было, когда у нас преподавание зоологии велось один час в неделю. Такой период у нас тоже был. Посмотрите, полистайте, определите, какие темы были базовые. Изучайте только их. И, уверяю вас, уровень видения у вас будет ничуть не хуже. Смысл заключается в том, что мы хотим впихнуть, извините за непарламентское выражение, не впихуемые. А это невозможно. Согласно закону термодинамики. Второму правилу нельзя это сделать. А раз так, то значит надо изучать меньше. Вот, и есть вопрос по отбору материала. И авторы, обращаю ваше внимание, уже авторы ОНК, предложили, что мы изучаем и уменьшить, где можно уменьшить количество, объем информации, для того, чтобы выкинули в ОТР, в ОТР и увидели задание. Если вы изучали зоологию один час в неделю, у вас учащиеся напишут на базовом или повышенном уровне. Так, куда наши часы ушли? Значит, куда ушли часы, это не к нам. Значит, у нас один час, поэтому вот у нас есть ВПР. Давайте так. У нас в пятом классе час, в шестом классе час, в седьмом классе час. Вот. По пятому, шестому мне бы хотелось, конечно, еще раз, если получится, но у нас было занятие 20, в конце февраля, 24-го февраля, у нас было занятие, где мы выбирали задание пятого, шестого класса. И, соответственно, исходя из того бюджета времени, который мы имеем, нужно, соответственно, готовиться к тому, чтобы в ВПР вывести. Да, 13 заданий на 60 минут. 13 заданий на 60 минут. Для того, чтобы отличники подтвердили свое отличное знание, они должны тактически грамотно, тактику выбрать грамотную для того, чтобы решать задание не с первого по последний, а по определенным пунктам, тем, которые он больше или лучше знает. Почему? Потому что, когда ты лучше знаешь, выполняешь задание, у тебя усиляет уверенность, тебе психологически. и ты делаешь работу лучше. Поэтому здесь вот с этим надо помогать. Так. Ну, все, вопросы те же самые. Поэтому давайте мы с вами сегодня завершим нашу встречу. Вот. Значит, удачи 4 и 7, а также 16 и 18 апреля. Почему? Потому что, ну, детям надо слегка помочь. Просто они сами напишут. Потому что, как только они понимают, что это квест, а когда мы, вот, еще раз установлюсь на том, что когда вы предлагаете тактику, вот такой дорожный карт, сначала делаем одно, потом второе, то получается классический квест, приключение такое. Вот, превратив приключение в выполнении работы, они успешно справятся. Потому что не будут волноваться лишним разом. Поэтому вот до, что называется, новых встреч. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok